Сегодня в нашей студии русская ракета фигурного катания, обладательница мировых рекордов и королева четверных прыжков Александра Трусова! Саша, привет! Я тоже Саша. Садись, выбирай любую подушку. Так, насколько я знаю, ты вообще не очень любишь болтать, но любишь соревноваться. Это правда? Да. Тогда предлагаю сегодня про вопросы забыть, и мы попробуем тебе предложить отгадать наш фигурный квест. Мы тебе будем давать задание. Если ты будешь отвечать на ура, то ты получаешь пельмешку. Это ведь твоя любимая еда? Вот, смотри. В каждой пельмешке есть баллы. Мы играем сегодня до 100 очков. Договорились? Да. Ну все, замечательно. Я следил за тобой на этапе гран-при в Канаде и заметил одну очень интересную вещь. Как ты отнимаешь хлеб у операторов. Забрала камеру и поехала снимать трибуны и все-все-все-все вокруг. Скажи, тебе нравится снимать? Мне не нравится, когда снимают меня. Но тебе нравится, когда снимаешь ты. Ну, относительно. Хочешь побыть в роли оператора? Как это? Сейчас покажу. Я тебе сейчас дам камеру, и ты побудешь в роли оператора-репортажника. И теперь нам нужно будет рассказать зрителям нашей программы о том, каким образом эта программа снимается и что же здесь происходит вокруг. Давай, включай, не бойся. Вот, поехали. И давай показывай студию, все, что у нас здесь есть. Студию, планы, все, что тебе нравится снимать. Смотри, вот здесь у нас оператор стоит. Мужчина, который снимает все. Вот, да-да-да-да-да. Вот, давай, пройдем, покажем, как у нас операторы работают, как это все происходит. Комментируй, давай. Что ты видишь? Прям комментируй все, что ты снимаешь. Объектив, отлично. Объектив. Мы еще, которые не хочем, чтобы снимали, так как и я обычно. Смотри, какая штука тут летает, вообще большая. Это называется кран. У нас такая обычная, мы обычно ее врезаемся на катке. Пойдем людей покажем, которые снимают эту историю. Да, вот еще мужчина, который снимает. Да. О, там звук, да? Как ты думаешь, что они делают? Звук, наверное. А еще варианты? А смотри, у них мониторы какие. Еще не видно сейчас. Что это, как ты думаешь? Не понятно, что они делают. Что мы не делаем? Ничего не делаем, просто сидим тут вообще. Пойдем в студию покажем. Если понажимаю, я? Понажимай, ты понажимай. Что-то меняется? Нет, походу. Нет, просто ты выключаешь свет в Москве людям. Все, пойдем. Ничего страшного. Вот там, просто сидя. Вот там светомузыка в квартире. Так, давай покажем, как выглядит наша студия. Ой, Тиночка, она беспокоится. Тиночка моя, бедненькая. Давай, рассказывай, рассказывай все, что ты видишь. Ты видишь собачка. Смотри, какие у нас диваны. Хорошие. Похожи на Кисан Край. Да, кстати, между прочим. Мы так и хотели. Ну и самая главная фишка нашей студии же. Вот. Лед. Опа. Кстати, расскажи тем, кто не знает, что такое Кисан Край, что это за зона? И что там делают вообще? Ждут оценки. А почему Кисан Край называется? Потому что поцелуи, фопачки. Поцелуи кого с кем? Ну, тренера со спортивеном. Ах, вот там в чем дело. А я думал, воздушные поцелуи зрителям, которые трогают фигуристы. Оказывается, тренер с фигуристом. И когда плохие оценки, они плачут. Это все, что ты хочешь поснимать в этой студии? Да. Потолок классный. Ладно, держи пельмешку за отличную, отличную работу оператором. Спасибо. 20. 20 баллов. Отлично. А сколько максимум? Сколько у тебя максимум баллов за технику? 100. Вот. Видишь, затеночка? У нас, кстати, тоже есть пельмешка, в которой 100 баллов. Я знаю, что после этапа гран-при в Канаде ты вместе с Юдзуру Ханю прыгнула параллельный четверной прыжок. Да. У нас есть видео этого прыжка. Вот, смотри, вот вы раскатываетесь. Это было круто? Да. Понравилась парная история? Особенно, когда первый раз я сделала, а он упал. Вот так вот, да? Олимпийский чемпион упал. Ну, он упал из-за того, что я, из-за того, что он подстраивался под меня первый раз, и было ему, наверное, неудобно, скорее всего. Но я тоже не очень хорошо сделала, я касталась рукой, когда. А как это произошло? Кто подошел первый к кому? Конечно, я. Ты подошел к Юдзуру и сказала, Юдзуру, давай-ка прыгнем с тобой параллельный четверной прыжок. И он сказал, конечно. Ну, просто я не сказала, я ему показала жестами, вот. Как показать жестами? Эй, чувак, давай мы с тобой сделаем четверной вместе. Ну, да. Так? И все? Ну, я сказала, четверной, ну, ква-толуб, это как четверной тулуб, и все, и он понял, да мы поехали. Все, я понял. Ты с кем-то еще делала какие-то параллельные элементы? Да, я делала с Лешей Рухом у нас на тренировке прям, первый мой четверной параллельный. А потом на Мире я еще делаю, на юниорском, параллельный контиливер. Это с кем? Это ты? С Шома Уна. С Шома Уна. Это вот этот вот тот самый сложный элемент? Это, да, контиливер. Контиливер, да. Как делается контиливер? Я не понимаю. Это очень тяжело сделать на полу. Я тоже не могу, наверное. Это только в коньках можно сделать? Ну, вот так как-то, но надо ехать. То есть это вот... А, ну, то есть я понял. То есть это ты разгоняешься, и получается, и накатом вот так вот... Да, но там, получается, стоять на внутренних ребрах надо, и как-то противовесом отклоняться назад. А ты бы хотела когда-нибудь перейти, например, в пары и покататься в паре после вот таких вот парных элементов? Нет, я боюсь выброса, и боюсь, когда подкрутка идет так вот, ну... А если с Юрой Духаню? Нет. А если он тебя попросит? Нет. Даже если он очень попросит? Нет. Скажет Александр, будь моей парой. Нет. Нет? Кстати, мы знаем то, что у Шома, к сожалению, на этапе Гран-при во Франции не очень сдалось. У него там был очень эмоциональный момент в зоне Кис-эн-Край. Я не смотрела. А ты не отдалешь когда-нибудь более эмоций? На соревнованиях обычно я сдерживаю себя всегда, даже когда расстроена и когда очень рада. А что должно такого произойти, чтобы ты вот так бы себя повела? Или это невозможно? Ну, наверное, так же откатать, как он. Ну что, я считаю, что тебе нужно вручить пельмешку за то, что ты показала себя как отличная парница в фигурном катании. Бери пельмешку. Белый возьму, только там больше пельмешку. Выроняем мастерку. Ничего страшного, мы уберем, не переживай. Вообще 10, нечестно. Если что, это будет просто мой ужин сегодня. После такой блистательной истории вашей с Юдзуруханью, давай ты меня научишь каким-нибудь вашим тренировочным всяким хитростям и секретам, и я попробую сделать это с тобой синхронно. Ну, вот так мы качаем стопы. Так, это просто. Это просто, я не знаю, это нужно. Это можно сделать любой человек перед телевизором. Ну, во-первых, вот так приседаем, чтобы вот так ровно было. Так, давай, нам мешает с тобой диван, давай вот сюда, поближе встань. А сюда нам? Тут даже аксель, я вас даже аксель тут не учу. Смотри, а я здесь сделал аксель, смотри. Это не аксель. Конечно, я знаю, это мой аксель, я его так называю. Больше похоже на недокрученный аксель в полоборот. Так, давай, что мы делаем? На носочках мы и научились, это понятно. Что еще? Не знаю, в планке стоять. Отжиматься там нет? Я могу. В планке умеешь стоять? Да. Так, отлично. А на одной ноге моешь? А на одной руке? Смотрите, какая фигуристка, а? Ага, сдалась! Какие еще есть упражнения? Прыгаем, туру, вот так, оп! Отличный вариант. Это подготовка к прыжку, я так понимаю. Ну, это один, ага, да. Чтобы крутить четверной, надо на месте сделать четыре оборота. Нет, на месте я делаю три. Да и четверну за скорость. Как я сделаю на месте? Сколько это было? Полтора. Я думал, я три сделал, а мне говорят, полтора. Вот у хоккеистов есть такое упражнение, когда ты на одной ноге вот так вот приседаешь. Вы делаете такую штуку? Делаем вот так. Во! Вот это уже фигурное катание, я понимаю. Тебе прав как обежный спорт, мне кажется. Ну, нет, так это накатится. То есть вот такие всякие истории, окей. Да. Что еще? Ну, вот так еще. Ну, всякие разные. Ну, то есть, давные, вот так шаг, прыжок. Все понятно. Ты просто не хочешь рассказывать секреты, как стать чемпионкой. Все понятно с тобой? Ну, ё-моё. Прикликной. Оп! Оп! Заезжаешь, наверное, на левой ноге. Оп! Позевляешься направо. Заезжаешь на левой ноге. Оп! Позевляешься на левой ноге. Позевляешься на левой ноге. Развнутрь. Позевляешься на левой ноге. Не развиться. Тебя могу убить подержать. Прыгаешь на улечке. Снимай тучку. Говорит, ну, нормально. Робот. Вот, все. Я каждый день заветаю на такой высоте, на такой скорости. Насколько я знаю, что после победы на этапе в Канаде тебя поздравил Мэтью Беллами, группа Мьюз. Это правда? Да. Каким образом он это сделал? Он где-то написал, что спасибо за то, что вы взяли композицию, которую я исполнял. Хай Валерия называется. Ты могла когда-нибудь подумать, что тебя поздравит группа Мьюз? Конечно, нет. Хочешь что-нибудь ему передать в ответ за то, что он тебя поздравил? Я уверен, он смотрит нашу программу. Он большой поклонник. Спасибо большое, что посмотрели меня, надеюсь, что вам понравилось. А ты знаешь, что на американских форумах написали, внимание, что твою произвольную программу посмотрела сама Эмилия Кларк? Вот это я бы хотела. Ты представляешь? Сама королева драконов посмотрела... Хочу увидеть вживую. Я хочу, чтобы актриса Дейнерис мне тоже денег не писала. Ну или стресс. Это твоя мечта? Моя мечта — это выиграть Олимпийские игры. Ты выложила пост благодарности своей команде после выступления, которое сопровождало тебя. Кого бы ты еще хотела поблагодарить? Я хотела поблагодарить всех. Всех моих болельщиков. Всю мою семью, конечно. Тренеров всех. Спасибо им большое за поддержку. Ты знаешь, я бы очень хотел особенно поблагодарить твоих болельщиков, потому что я посмотрел видео в интернете. Есть огромное количество любительских видео с трибун, которые снимают твои прокаты. И на них постоянно звучат возгласы. Саша, давай! Саня, давай! Ты самая лучшая! Трусова вперед! Мне кажется, эти люди достойны отдельной благодарности. Да. И очень много плакатов, когда выступаешь. Мне очень нравится. В Канаде был плакат. На нем было написано «Сашуля» и «Порви всех на части». На части. Это сказал мой младший брат в интервью Олимпийскому каналу. Они у них брали интервью, ему четыре года. Они спросили, что бы ты пожелал своей сестре. Он сказал, чтобы она рвала всех на части, а потом подумала на части. Чтобы она всегда была, всегда выигрывала. И всегда была такой же добрая. И всех рвала. На части. Какой у тебя отличный брат. Отличная поддержка со стороны семьи. Бери пельмешку. Ты молодец. Ты правда любишь пельмени? Ты сама их лепишь? Бабушка лепит. 20. Бабушка тебя еще не научила лепить пельмени? Нет, ну я умею. Просто времени обычно нет. А так я умею готовить. Ну, что-то я умею готовить. С таким красивым маникюром, конечно. С какие пельмешки вообще. Так, у нас следующая тема называется «Прыжок в будущее». Часто говорят, что ты совершила прыжок в будущее в фигурном катании. Сделала то, что раньше казалось невозможным. Давай реально представим прыжок в будущее с этого момента на 10 лет вперед. Александр Трусовый, 25. Я тебе задаю вопрос, и ты быстро отвечаешь. Медали, которые висят над твоей кроватью. Думаю, штук 100-200. Ну, может, больше, не знаю. Все золотые будут? Надеюсь. Все ли научились прыгать четверные прыжки? Ну, хочу, чтобы нет. Почему? Хочу, чтобы я одна. Я, потому что одна такая. Да? Ну. На самом деле, правильно. Это правильный настрой спортсмена и победителя. Кто первый прыгнет прыжок в пять оборотов? Я. Ну, из девочек. Я из мальчиков не могу сказать. Мальчики и девочки соревнуются друг против друга негласно? На тренировках иногда с мальчиками они говорят, давай поспорим там, давай сыграем на что-нибудь. А представь, что через десять лет они действительно начнут тренироваться в одних соревнованиях. Ты против Нейтана Чена. Классно было бы? Хотела бы посоревноваться против парней? Наверное, да. Как ты думаешь, кто был бы твоим главным соперником? Нейтан? Юзеру? А не в твоем? В 2002 году юная японка Микки Анда вписала свое имя в историю фигурного катания как первая исполнительница четверного прыжка. Но она сделала это в юниорах. На взрослом уровне она повторить достижения не смогла. За это время, до тебя, никто не смог чисто исполнить четверной прыжок на официальных соревнованиях. Насколько я знаю, вы с ней знакомы. Да. Вот у нас фотография, которая демонстрирует ваше знакомство. Да. А где это было? В Японии на шоу. То, к кому подошел? Она даже чуть говорит по-русски. Серьезно? Да, ну, прям совсем чуть. Чуть-чуть? Это привет? Ну, привет, как дела? Хорошо? Круто. Ну, так... Круто. А о чем говорили вообще? Ну, попросила сфотографироваться и она потом где-то выкладывала. Там поздравления тоже идёт. Я правильно понимаю? Ты вписана в книгу рекордов Гиннесса? У меня есть сертификат, и я их поняла. Есть сертификат, что ты в книге рекордов Гиннесса? Да. А ты можешь показать? Да, он там. То есть есть действительно настоящий сертификат? Да. Два. На английском языке я попрощу узнать. Слушай, это серьёзно настоящий документ? Да. Друзья, так выглядит сертификат книги рекордов Гиннесса. Это очень круто. Это просто достойно пельмешки. Держи. Обратно. Дин, не ешь, не ешь, не ешь. Опять 10 баллов, когда будет 100-то? Следующее наше задание называется «Вспомнить всё». Список твоих рекордов выполняется с каждым соревнованием. То есть ты самый главный рекордсмен и ньюсмейкер вообще фигурного катания. Мне вот интересно, сможешь ли ты вспомнить все свои рекорды? Четвертый Тулуп на чемпионате мира. Следующий. Среди юнёров. Четвертый Луц на этапе гран-при юниорском в Ереване. Что за рекорд? Первый в мире исполнен Четвертый Луц. Вот то-то же оно. Надо же говорить, насколько это круто. Следующий. Ну, на этом много рекорда. Там не было рекорда? Нет, много на этом. За произвольную программу по сумме баллов это в Канаде. Этап гран-при в Канаде. Это тот самый твой знаменитый прокат, да? На котором больше всего просмотров в интернете? Больше всего просмотров на том, где я... Ну, на юниорском чемпионате мира. Там было миллион с чем-то. Здорово, молодец. Бери пельмешку. И что у нас там? Опять балл. Ну, не сотка. Это самое главное. Ну что, поехали дальше? Твои прокаты часто сравнивают с полетом в космос. Настолько далеко ты оставляешь соперницей позади. Ты сама вообще когда-нибудь хотела полететь в космос? Были такие мечты? Я смотрела много фильмов про космонавтов, но я не хочу полететь в космос совсем. А познакомиться с космонавтом хочешь? Ну, познакомиться с космонавтом можно. Так вот, сегодня у тебя будет уникальная возможность на связи с нашей студией летчик-космонавт, герой России Михаил Борисович Корниенко. Здравствуйте. 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 Вы нас слышите? Конечно, слышу, хорошо слышу. Замечательно. А видите? И вижу так же хорошо, как и слышу. Просто космос. Просто космос. У нас целых два космоса в студии. Моя футболка и фигуристка Александра Трусова. Разрешите мне поздравить Сашу с замечательной победой. Это, конечно, просто фурор. То, что она сделала, престиж страны. Просто девочка молодец. Поздравляю, Саша. Спасибо. Скажите, Михаил Борисович, а можно сравнить подготовку космонавта с подготовкой фигуриста? Ну, мне сложно судить, потому что я на коньках кататься не умею, к стыду своему. Вот, это немножко разнонаправленные, но это все-таки такие виды подготовки. А ты почему считаешь, что нельзя? Потому что мы столько не вращаемся, и если бы я хоть раз в центрифуге была, я бы точно не видишь. Ты думаешь? Мне кажется, с твоими навыками ты как раз легко бы справилась. Нет. Брат у меня, да. Его никогда не укачивает, и он бы легко был бы космонавтом, я считаю. А я у меня очень слабую стерпулярную аппаратуру. А давай узнаем, у Михаила Борисовича, насколько реально после карьеры фигуриста, например, освоить профессию космонавта с такой-то физической подготовкой. Ну, я думаю, ничего невозможного нет. Тем более для Саши. Она молодая девочка, у нее все еще впереди. Ну, нужно освоить смежную специальность. Скажем, инженер, врач, биолог. Сейчас в космосе много специальностей нужно. И вперед. Ждем в отряде, Саша. А девушек много, Михаил Борисович? Ну, к сожалению, нет. Наших немного, наших русских девочек не очень много. А с европейками, с американками я много летал. Я предлагаю тебе задать уникальный вопрос настоящему космонавту, коль у тебя есть такая возможность. Насколько красиво в космосе? Какой классный вопрос. Земля красивая, Саша. Земля красивая, конечно, это что-то. Особенно, когда летим в южных широтах над Антарктидой во время солнечной активности, там все светится, полярное сияние. Вот мы называем это север, на самом деле, оно южное, когда мы его видим, но оно разное. Оно розовое, оно зеленое. Вот это, конечно, очень впечатляет. И такое впечатление, что летишь вот через это пламя. Это такой какой-то сюрреализм. Ну и, конечно, виды Земли сами по себе красивые очень. Михаил Борисович, спасибо вам большое. Если вдруг мимо вас пролетит неопознанный летающий объект, знайте, что это наша русская ракета Александра Трусова вышла просто на свой новый уровень. Ну, с удовольствием подправлю траекторию и подправлюсь. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Спасибо. А ты, кстати, знаешь, кого еще называли русская ракета, помимо тебя? Хоккеиста какого-то. Хоккеиста, молодец. А какого? Он очень известный. Подскажу. Его зовут Павел. Я не смотрю хоккей, но я слышала, что как раз на канадском, по-моему, льду он катался. В Анхайлу он играл, да, все правильно. Вот Павел Буре, как раз тот самый человек, которого первые назвали русской ракетой. Так что можно сказать, что вы родственники. Вы две русские ракеты. Чем мы, в общем, тебя и поздравляем. Так, ты точно достойна пельмешки. Понравилось общаться с космонавтом? Да. Ты представляешь, что они видят каждый день в космос, о котором мы мечтаем? Просто потрясающе. Я знаю, что они чувствуют. Если я даже летать, боюсь на самолете. Опять здесь спал. Здорово. Почему боишься? Боюсь упасть в самолёт. Ну, ты столько летаешь, у вас постоянно соревнования. Это как людям на метро, знаешь, съездить до работы, ты на самолёте, долететь до Америки, до Японии, до Канады. Самая дальняя точка куда ты летала? Австралия. Австралия. Сколько туда лететь? 20? 6 часов мы летели. И ты говоришь после этого, что ты боишься летать? Да. Кстати, коли уж мы затронули тему космоса, есть один человек, который тоже косвенно связан с космосом в этой стране. Про него так и говорят. Стас, ты просто космос. Станислав Черчесов, главный тренер нашей сборной России по футболу. И насколько я знаю, вы с ним знакомы. Да. А ты помнишь, что он тебе сказал во время вашей первой встречи? Да. Что? Я была вместе с Аней Щербаковой, и он сказал, что это вы и эти двое, кто издеваетесь на фигурном катании. Внимание, правильный ответ на видео. Даже вы тут четверные крутики. Да? Вот всегда не крутики. Ну, я видел, видел. Издеваетесь над любым катанием, да? Вот, я услышал как раз. Как ты думаешь, почему? Почему Станислав Саламыч так сказал? Потому что мы прыгаем четверные прыжки. Бери пельмешку. Ты молодец. Отойди, папа. Что-то где сто-то? Где-то должна быть сотка, точно. Давайте дорисуем. Так, ну что, у нас на очереди следующее задание, и тебе придется узнать собаку. Да-да, свою собаку. Перед тобой три фотографии. С одной из них твоя Тина. Угадай, где она? Внимание на экран. Ну, первая, в платье. Уверена? Просто, по-моему, вторая и третья, это тоже чихохо. Ну, тоже чихохо, но мы это в платье. А что вообще за платье? Это, ну, ходила на первый канал уже, ходила на передачу у Ивана Уорганта. Ну, просто платье с пачкой. Сама шьешь, сама делаешь, покупаешь, как-то происходит. Нет, платье я очень люблю, выбираю в зоомагазинах. Всю одежду сшьют ее нам. Вот. Ольга, дизайнер костюмов, она шьет такие же, как у меня. А, то есть платьев много? Да. Она шьет... Ого. Точно такие же, как у меня. Это Дива из «Пятого элемента». У меня в прошлом году был... Класс, обожаю это кино. Так как... Да-да-да. Так как у меня еще в этом году не было соревнований. Одно так, когда я возила Тину, еще не сшили платье на этот сезон, но скоро будут. Это как произвольной, это как у меня в короткой. В программе в прошлом сезоне «Убить Бела». Кину. Вот. А это показательный «Си» «Анстапбл». Слушай, очень похоже. Кстати, по поводу «Анстапбл». Вот мне интересно, вот эта музыка, которую ты выбрала, которую можно перевести как «Неудержимая» или «Меня никто не остановит», это твой вызов соперницам? Ну, это, конечно, про меня. И я... Мне очень нравится эта программа. Ну, мне предложили ее тренеры. Мы решили, что так будет. Как бы платье, оно не особо, как бы, так сказать, какое-то особенное, но оно красиво за счет того, что черное с белым. И у меня волосы в этот момент черные и белые. Вот. Особенно красиво, когда Тине очень нравится мне платье. Что это за история? Ты лежишь на столике перед судьями? Это какой-то магический ритуал? Ну, нет. Это я, типа, устала, там, поется в песне от того, что... Ну, от жизни в этом городе, что надо всегда улыбаться, там, как показывать. Как... Ну, по песне, короче. Все движения. А ты вообще для кого больше любишь выбирать платье? Для себя или для Тины? Я очень люблю для Тины выбирать. У меня уже их столько, но я готова выбирать их вечность. Также и сумки для нее, и переноски для нее. Ну, то есть ты скорее поедешь за сумкой для себя или для Тины? И для себя, и для Тины я люблю. Во, коляску, мам. Коляску берем для собаки. Мне кажется, вот очень это... Вот это отлично. Возьмем? Мам. Мам. Хочешь? Угу. На ухлочке вот это нам надо. Это такая вот... Как это называется? Труба. Она залазит и крутится будет. Все успеешь. Да. Настоящая русская ракета. На том же льду Келонского дворца спорта, где проходил этап Гран-при в Канаде, выступает канадская команда, которая называется Келонские ракеты. На их эмблеме изображен дракон. Тебе не кажется, что это твои фанаты замаскировались под болельщиков? Знаю. А ты знаешь вообще, как зовут твоих фанатов? Мы тут с Аней Чербаковой узнали, что фанатов Алины Загидовой называют загиботы. Ты слышала про это? Трусоботы тогда. Ну, значит, попробуем перейти к вопросам трусоботов, как ты их сейчас назвала. Тот вопрос, который тебе понравится больше всего, человеку подаришь подарок. Приготовила подарок? Поехали. Привет, Россия. И привет, Саша Трусова. Меня зовут Мария. Я из Болгарии. Твои рекорды сделали тебя известной на весь мир. А как тебя поздравляют с победами в родном городе? И где находится Рязань? Рязань находится где-то 180 километров от Москвы. Как всегда, везде висят плакаты в Рязани во всех ледовых дворцах. Меня поздравляют люди, которые меня знали, кто же был до сих пор в Рязани. У меня остались даже друзья, ну, как бы, семья, с которой мы дружим и ездим к ним. Вот. Я бы тоже хотел дружить с рекордсменкой. Естественно. Дружили до того, как я стала рекордсменкой. Это самые ценные друзья. Отлично. Давай к следующему вопросу. Привет, Саша! Мы фигуристы из Рязани. И когда ты к нам приедешь с мастер-классом? Мы тебя ждем! Пока я буду заниматься фигурным катанием, я еще не знаю, когда я могу мастер-класс провести, а после того, как я закончу, конечно, будет много. То есть после завершения карьеры ты планируешь поездить на мастер-классы, и первая на очереди будет твоя родная Рязань? Я надеюсь. Конечно. Ну, отлично. Давай пойдем к следующему вопросу. Привет, Саша! Я твоя фанатка из Китая. Меня зовут Сиан. Я заметила, что ты никогда не была на соревнованиях в Китае. И мне интересно, хотела бы ты когда-нибудь поучаствовать в соревнованиях в Китае? Люблю тебя. У тебя поклонники по всему миру. Когда в Китай? Вопрос. Как только будут соревнования, я поеду и очень хочу бывать в многих странах, и мне очень нравится бывать в разных странах. Следующий вопрос. Привет, Саша. Меня зовут Ризан. Я из Канады. Я смотрел этап гран-при в Канаде, и ты была великолепна. Как ты психологически готовишься к соревнованиям? Желаю тебе удачи. Я готовлюсь как к всем соревнованиям одинаково. Работаю на тренировках. А точно как настраиваюсь на старт, я не буду говорить, потому что это секрет. Вашим привет! Мы фигуристы из Петрозаводска. Хотим тебе задать один вопрос. Какой самый сложный каскад ты исполняла на тренировке? Мы тебя очень любим, ты самая лучшая. Самый сложный каскад на тренировке? Четвернолуц с треной риттбергер. Я даже не представляю, насколько это сложно. Следующий вопрос. Привет, Саша! Привет, Саша! Я Карин из Франции. Я хочу спросить тебя, ты слушаешь музыку перед выступлением, чтобы сосредоточиться? И какую? Хороший вопрос. Я слушаю музыку не чтобы сосредоточиться, а чтобы не слушать... Чтобы ничто не отвлекало тебя. Да, чтобы не слушать эмоции других спортсменов, которые уже откатали, которые плохо откатали, хорошо откатали. Не слушать баллы, которые им поставили. О какой музыке тоже не буду говорить. Привет, Саша! Меня зовут Месси, и я из Китая. Я очень рада возможности задать тебе вопросы. Как мы знаем, ты уже внесла свое имя в историю фигурного катания. Недавно тебе подарили пуделя в качестве награды. Я хотела спросить, как ты его назвала? Это какое-то памятное имя? Спасибо. Как назвали пуделя? Лана. Лара. Ла-на. Ее зовут... Ла-на. Да. Ее зовут Ио Ланта в паспорте, мы ее зовем Лана. Здорово. Следующий вопрос. Меня зовут София. Я из Германии. Мне очень интересно узнать, какой из твоих прокатов тебе больше всего запомнился, и какой ты считаешь самым удачным. Думаю, что самое запоминаю все-таки и самое удачное на моем первом мире юниорском в Софии. Всем привет. Я Сергей из Москвы. Здравствуй, Саша. Скажи, пожалуйста, о чем ты думаешь, когда стоишь на первом месте в «Едесталле» после победы? Я ничем не думаю, просто счастлива. А после уже, конечно, отлично. В общем, это все вопросы твоих, как ты назвала их, трусоботой, но на самом деле у твоих поклонников есть официальное название. Трутимовцы, да. Их называют трутимовцы, они себя сами так назвали, да. Да, это я знаю. Бери пельмешку. Как ты думаешь, какой вопрос был самый интересный? Кому отправляется приз? Что за приз, кстати? Это игрушка коалы. 10 баллов у тебя, я вижу, да. Так что там игрушка? Игрушка коалы из Австралии. Итак, кому отправляется эта игрушка из самого дальнего края нашей планеты? Ну, давайте из Рязани, конечно. И коала отправляется в родную Рязань. Чутиночка моя, маленькая моя девочка, красавица моя. А теперь задание. Кто первый найдет пельмешку со стопалами, тот выиграл. Так, нечестно, если у вас будет просто нечаянно. Ну... Александр Трусову и здесь выиграл. Это просто невероятно. Вот когда я в шутку сказала, что я хочу завести крокодила, мне готовы все были. Везде, во всех интернатах написали. Трусов хочет завести крокодила. Ага. Тебе не привезли крокодила, нет? В Ледовый дворец. Странно. Нет.